В Кирове станет чище и светлее. В администрации рассказали, какая техника вышла на дороги областного центра и когда город будет блестеть. Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Давича» в студии. Александр Бушмакин, здравствуйте. Опасные игры кировчане, которые живут рядом с долгостроями, рассказали, что подростки забираются на крышу домов и бросают оттуда кирпичи. Буквально недавно здесь еще был сугроб гораздо выше и всем, кому хотелось попасть на территорию, было элементарно даже через забор. На территорию бывшего вертолетного училища в Кирове большие планы. Там появится образовательный кластер мирового уровня, так сказал губернатор Соколов. Если мы не сделаем современное высшее образование, в Кировской области будет крайне сложно конкурировать с другими регионами за молодежью. Земля под строительство дорожает. Эксперты рассказали, с чем это связано, а еще о том, какие объекты в сфере недвижимости выгодно покупать сейчас. Спрос на земле увеличивается, соответственно, стоимость земли растет. Кировские активисты переживают, что с улиц города начали исчезать чугунные ограждения. Почему их убирают и представляют ли они архитектурную ценность, мы спросили у специалистов. Такое ощущение, что эти вот перила, именно перила, их взяли из какой-то поликлиники. Кировские улицы становятся чище. По городу начали курсировать поливомоечные машины. Всего их четыре. На страже чистоты также вакуумный пылесос и подметально-уборочная машина, рассказали в администрации. В первую очередь проводится влажная уборка магистральных улиц Ленина, Карла Маркса, Октябрьского проспекта и исторической части Кирова. Техника сбивает мусор и грязь в приладковую часть. После этого собирают и вывозят на спецполигон. В рамках подготовки города к юбилею до конца апреля влажную уборку планируется провести на всех участках дорог. Работа ведется круглосуточно без выходных, составлены графики. Улицы в Кирове становятся не только чище, но и светлее. Ко дню города завершится установка новых фонарей в центральной части областного центра, где пройдут праздничные мероприятия, отметили в мэрии. Подрядная организация уже поставила почти 3,5 тысячи новых светильников. Так, на этой неделе работы провели на улицах Дзержинского, Московской, набережной Грина и Щерса. Всего в рамках муниципального контракта планируется установить почти 5 тысяч новых светодиодных ламп. На городских улицах станет уютнее и безопаснее, отметили в мэрии. Тем временем за безопасность переживают кировчане, которые живут рядом с долгостроями. Горожане рассказали активистам Народного фронта о том, что подростки бросают кирпичи с крыш таких домов. В районе ОЦМ есть два недостроя на улицах Чернышевского и Мичуринской. Зайти на территорию может каждый. Этим и пользуются юные кировчане. На улице Мичуринской дети забираются на верхний этаж дома и бросают кирпичи, рассказали местные жители. Они боятся, что им на голову что-нибудь прилетит или пострадают припаркованные машины. Подобная ситуация и с двухэтажным зданием на Чернышевского, 22. Доступ туда тоже никак не ограничен. Забор упал со стороны площадки, где каждый день играют десятки детей. А со стороны проезжей части на пешеходов и водителей может рухнуть железный лист. Он едва держится. Жители соседних домов обратились к нам с жалобами не только на то, что там дети находятся, но они еще и безобразничают. То есть в последнее время появились случаи, когда с верхних этажей прилетают кирпичи. Подобие забора. Понимаем, что буквально недавно здесь еще был сугроб гораздо выше. И всем, кому хотелось попасть на территорию, было элементарно даже через забор. Своё становится все дороже. Цены на недвижимость в России стремительно растут. Причем речь идет и о квартирах, и о земельных участках под строительством. Даже аренда квартир дорожает, пишет Комсомольская правда. В первую очередь на это влияет ключевая ставка. Как рассказали эксперты, за последний год ее поднимали пять раз. Что касается роста цен на землю, риэлторы называют еще одну причину. Частные дома и коттеджи набирают популярность среди населения. В дальнейшем эксперты не ждут серьезных изменений на рынке недвижимости. Цены, скорее всего, продолжат расти, но в рамках инфляции. Первое – это увеличение доли индивидуальных домов в структуре жилищного строительства. Это первое. Доля увеличивается, спрос на землю увеличивается, соответственно, стоимость земли растет. Второе – это дефицит земельных участков, готовых под застройку. А какое будущее ждет территорию бывшего вертолетного училища? Об этом кировчане спросили губернатора Александра Соколова в ходе прямой линии. Планы на землю уже есть, отметил глава региона. На участке планируется создать кампус мирового уровня, а именно современное учреждение высшего образования, которое включает учебную базу, производственные лаборатории, объекты спорта и культуры, студенческие общежития. Соколов отметил, что образовательный кластер будет направлен на развитие станкостроения, водородной энергетики и биохимии. В День молодежи 29 июня планируется провести церемонию по закладке первого камня в основании одного из объектов, который появится на территории бывшего Квату. Мы подаем заявку на тот проект, который обозначал президент в своем выступлении в послании Федеральному собранию. Он называется «Кампус мирового уровня». Если мы не сделаем современное высшее образование, в Кировской области будет крайне сложно конкурировать с другими регионами за молодежь. Были чугунные, стали стальные. Активные кировчане возмущаются, почему в парке имени Кирова убрали аутентичные ограждения. Напомню, сейчас общественное пространство у цирка благоустраивают. Советские решетки у водопадов заменили на стальные. Однако ограждения недоумевают, ведь прежние ограждения сохраняли стиль, который был задан еще Витбергом, пишут люди в социальных сетях. Подобные решетки еще встречаются по городу. Например, в Александровском саду и в сквере борцам революции. Активисты не против новых ограждений, однако они должны подчеркивать единый стиль и сохранять историческую ценность города Кирова. Если бы нормальные еще были эти ограждения, хорошо, никаких вопросов нет. Новое веяние, тенденции, все такое, да? Но это же просто такое ощущение, что эти вот перила, именно перила, их взяли из какой-то поликлиники. Причем те-нибудь, наверное, из самой уже убитой, которую хотят ремонтировать. Для чего это делается? Ну неужели не могли нормальные перила где-то найти, придумать? Полную картину дня смотрите сегодня в вечернем выпуске Бюро новостей Дэвича в 19.00. А эфир продолжит далее новости бизнеса. Также не забывайте нам писать и звонить, рассказывать свои новости. Номер на ваших экранах. У меня к этому часу все. Всего доброго. До скорой встречи. Банку Хлынов исполнилось 34 года. И в честь этого события он организовал однодневный интенсив Хлынов бизнес-фест для своих клиентов. В начале мероприятия к участникам обратился председатель правления банка. Это первое мероприятие, которое мы начинаем. И мы рассчитываем на то, что наш опыт и польза того, что здесь будет рассказано, показано, те знания, тот интенсив, который мы с вами вместе здесь переживем, он будет созидать и развивать ваш бизнес. Основными целями встречи стали обмен опытом, повышение эффективности маркетинговых стратегий, а также новое знакомство. Для гостей выступили спикеры федерального уровня. Клиентов, которые вместе с банком уже более 30 лет, наградили за долгосрочное сотрудничество. Бизнес-фест собрал людей, которые доверяют банку родного города. Две Хлынов молодцы. Они делают классные мероприятия. Классные мероприятия для людей. Был Хлынов-фест на набережной. Это было изумительно. Сегодняшнее мероприятие обещает быть замечательным с точки зрения полезности, с точки зрения масштаба, процветания, финансовой стабильности и как можно больше клиентов. Случайно я обнаружила наш банк Хлынов в другом городе. Для меня это было очень приятное удивление. Я подумала, все-таки наш банк, значит, развивается. Значит, этому банку я могу довериться. Вот поэтому я думаю, это надежный банк. Банк Хлынов, банк номер один в Кировской области, входит в топ-5 банков Приволжского федерального округа по активам, кредитному портфелю, средствам предприятий и организаций. Согласно рейтингу Forbes, Хлынов входит в сотню надежных банков страны. Сейчас банк представлен в семи регионах Приволжского федерального округа.